Это необычное видео, но почему вы узнаете позже. Мы научились делать дипфейки, помните заготовку с лицом Шевцова? Также мы умеем делать подмену лица в реальном времени. Об этом говорили в прошлом видео, которое по просмотрам вам почему-то не очень зашло. Но меня уже полгода просят записать видео про подмену голоса. Что ж, давайте приступим. Но если вы хотите научиться не просто делать дипфейки, а по-настоящему шарить, то в этом поможет скиллфактори. Здесь ты сможешь научиться не только дипфейки делать, но и изучить веб-разработку или питон, а также научиться этому с нуля. Почему именно питон? Он доступен для новичков. Простые задачи делать на нем в пару строк кода, а движок сайта на питон работает быстрее. Плюс на джанго создавать сайты среднего уровня, блоги, приложения и сервисы легко. Ребята из онлайн школы скиллфактори открыли набор на новый онлайн курс по Python для веб-разработки. На курсе вы получите необходимые современному веб-разработчику практические знания и навыки работы на Python, которые пригодятся для решения реальных бизнес-задач. А нарабатывать навыки вам помогут наставники и кураторы курса. И в конце обучения вы соберете собственное портфолио проектов. Только до 20 июля у вас есть возможность получить 50% скидки на обучение. Назовите промокод OVER при оформлении заявки. А узнать больше о программе обучения можно по ссылке в описании. Забегая наперед, скажу, что полноценная инструкция будет в нашей телеге. Там есть два метода. Первый с использованием программы. Там больше геморроя. Изначально прога работает лишь на инглише, но допередить ее получится и на русский язык. Ведь танцы с бубном никто не отменял. Однако можно пойти по пути наименьшего сопротивления иными словами не ебать себе мозги. Уж извините, что это грубо сказал, но вот очевидный факт. Видео про нейросеть и подмену лица в реальном времени требует видеокарту GTX желательно от 1060 и 16 гигов АЗУ. Теперь такой вопрос. Кто из вас это делал? На видео 180 тысяч просмотров и... У кого такое железо и заинтересованность? Кто повторял подобное? Наверное, человек 100. 0,1%. И здесь то же самое. Метод с программой требует от вас танцы с бубном, потому что перекинуть русский язык в программу, научить ее и прочее, это одно дело. Другое дело, от вас опять же требуется GTX, желательно 1060 и выше, 16 гигов оперативной памяти, потому что прога жрет пиздец как много. И как говорит автор, 1 терабайт свободного места. Если я полноценно подготовлю видео по первому способу, у меня уйдет неделя. Неделя моей жизни взамен на лайк и весь материал, который вы посмотрите, вы забудете через 5 минут, когда закроете видос и все. Это нерациональная трата времени, жизни, которая дается только один раз. Поэтому мы пойдем по пути наименьшего сопротивления, чтобы никто из нас не тратил ни времени, ни нервов. Метод номер 2. Ну, кто хочет посмотреть, про первый пункт, пожалуйста. Начнем с того, что согласно инструкции необходимо установить драйвера CUDA. И тут начинаются приключения. Посмотрите, какая великолепнейшая скорость скачивания. Целых 2 дня. Блядь, вот видите, сука, без VPN не захотел работать. Ну, что за хуйта? Вот пока, блядь, не стоял включенный VPN, но не захотел скачивать ничего. Эррор, блядь. Попробуем еще раз. Я ебал вот это разбираться, блядь. Господа, вот при всем моем уважении к вам, я устранил ту ошибку. Я дошел до момента, где нужно распаковывать файлы. Берем вот файл, который весит 125 килобайт. Вот это у меня извлекается. Файл размером 125 килобайт. Таких файлов в этой папке 60? Сука, тысяч? Вы представляете себе, сколько я это буду скидывать? Да у меня, блядь, место на диске, на котором я работаю, всего 260 гигабайт. У меня не хватит объема для того, чтобы это все туда скинуть. В общем, чтобы сохранить нервы и время, я предлагаю посмотреть второй способ, где все готовое, уже все настроенное, вам остается только добавить голос, который вы захотите подменить, и от вас даже не потребуется мощный ПК. Представляю вашему вниманию готовое решение. Итак, давайте я вам сначала покажу конечный результат, а дальше мы все с вами выполним поэтапно. Вот это говорит машина. Спиздануть в интересную хуйну. У меня есть свобода слова, свобода воли. Если вы не поняли, могу повторить. Спиздануть в интересную хуйну. У меня есть свобода слова, свобода воли. Вот что написано здесь. Вернее, что написано вот здесь. То есть я указал вот этот текст и готово. Теперь мы с вами выполним все это вместе. В этом репозитории есть вот такая замечательная кнопка Quick Start. Нажимаем на Collab Online Demo. Открывается вот такое меню. Здесь первым делом необходимо подключиться. Дальше для того, чтобы все заработало, нажимаем среда выполнения, выполнить все. Короче, это все можно сделать на компе, самостоятельно обучить с ней рассеть. Но у кого слабые компы, сейчас мы с вами это делаем уже дистанционно. То есть без использования ресурсов своего слабого компьютера. На ваш комп ничего скачиваться не будет. Это все делается виртуально. После обновления страницы все удается и придется все делать заново. Давайте смотреть. У нас прогрузился наш вариант. В ознакомительной версии указывается вот такой текст. Hello, my friends. Я многоязычный синтез, построенный на Токотрон. И вот фрагмент от оригинала. Как он звучит. Я совершил десятки поступков. Уголовно наказуемых и оставшихся безнаказанными. Теперь этим же голосом повторяется другая строка. Hello, my friends. Я многоязычный синтез, построенный на Токотрон. Шла Саша по шасси и сосала сушь. Скажите честно, да, это как-то крипово звучит и неестественно. Поэтому мы сделаем следующее. Мы сейчас сделаем еще одну прогонку. Поднимаемся выше на раздел, где указан наш текст. Нажимаем еще раз на кнопочку воспроизвести. Буквально секунд 40 придется подождать, потому что вторая прогонка с одним и тем же текстом, она не занимает долгого времени. И сейчас текст уже будет более такой слышабельный. В пункте номер 9 тоже нажимаем на кнопочку воспроизвести. И еще раз слушаем. Hello, my friends. Я многоязычный синтез, построенный на Токторон. Шла Саша по шасси и сосала сушь. Скажите, по-моему результат уже лучше. И вот так для улучшения одного и того же текста необходимо несколько раз прогонять текст. Теперь вопрос. Как сделать свой голос вместо голоса вот этого человека? Мы заходим в папочку Multitokatron Voice Cloning и сюда необходимо поместить образец с голосом в формате WAV. Затем в последнем и предпоследнем пункте корректируем название файла, который вы добавили. Я подготовил текст, теперь попробуйте его понять. Пиздануть в интересную хуйну. У меня есть свобода слова, свобода воли. Давайте я вам покажу, вот например, голос Киркурова. Чтобы быть образом, нужно быть точкой. Нейросеть, конечно, нужно было еще учить и учить, на что у нас не было времени, потому что это видео вы забудете через 5 минут после просмотра. А мне для такого качества пришлось бы ебаться одну неделю. И результат не соизмерим с целью. Кто захочет довести это все до ума, пожалуйста, я вам показал, как это все можно делать в режиме онлайн. Ну или читайте наш гайд по ссылке в описании и сможете все это довести до ума с минимальным искажением звука. Надеюсь, материал вам понравился и он был доступен. Когда... Вот ненавижу, когда я записываю видео. Кто-то меня отвлекает. Кошечка, мы идем открывать дверь. Да. Вам посылка? Нет, денег не надо, что вы. Дай, пойду. К такому событию меня не готовило. Мы сделали это. Мы ее получили. Как же, Долби, я тебя ждал. Это, наверное, самый трогательный момент в моей жизни. Знаете, это как... Это как рождение ребенка, наверное. Поехали. Представьте, сейчас открываем, а там... Фак ю! Я даже не знаю, у меня просто реально нет слов. Я не знаю, что сказать. У меня сейчас польются слезы. Я держусь из последних сил. Вот это мы с вами. Это каждый из вас здесь. Оставили отпечаток. Наверное, это был главный директор Google. Он мне оставил свой отпечаток на память. Susan, watch, сиськи. Ну, как-то так написано. Я не знаю, у меня плохо с английским языком, но вот что-то watch сиськи вроде есть. Ну вот написано, ваш следующий этап. 10 миллионов подписчиков. 10 лямов. Давайте через 5 лет сделаем себе цель такую. Честно сказать, я даже не знаю, как ведут себя блогеры в таких моментах. Я не смотрел ни разу распаковки золотых кнопок. Наверное, все-таки стоит сказать что-то мотивирующее. Это добивайте своих целей. Это важно. Саморазвитие это важно. Конечно, первые несколько лет были очень тяжелыми. Это выслушивать насмешки и от близких, и от родителей, и от друзей. Кто-то вертел пальцем у виска, говорили, что ты дурачок, тебе столько лет, иди работай. Но я видел свою перспективу в этом. Я шел до конца. И мы сейчас с вами вот. Сейчас у нас 1 миллион. Если бы я тогда бы сдался, то этого бы ничего у нас не было. Я бы, конечно, в такой момент хотел бы сказать что-то большее. Более открыться перед вами. Потому что, ну как-никак, 8 лет. Это 8 лет. Вот это моя уже жизнь. Я бы хотел бы что-то рассказать. Какие-нибудь там факты о себе интересные. Но я живу не в самых благоприятных странах мира, где лучше не говорить, что ты публичное лицо. Потому что чем больше о тебе знают людей здесь, тем больше потом у тебя могут быть проблем. Это агитация на какие-нибудь там политические мотивы. Ведь у тебя столько аудитории. И неважно, ты им не докажешь, что это вся аудитория в основном с других стран. Лучше я пока побуду просто Игорем Овером. А когда у меня все в жизни сложится, как я планирую. Я имею в виду, перееду, и я буду чувствовать себя в безопасности. Тогда я вам все расскажу. Я даже самые значимые события в моей жизни записываю. Это как блокнот. Я все-таки думаю, что, наверное, к старости я напишу свою книгу. Ну, или буду писать мемуары. А дальше я говорил на разные темы. Но во время монтажа я понял, что они очень личные. И лучше об этом не говорить. В завершении хотелось бы сказать, что мы проводим конкурс на худи и футболку. Вам необходимо подписаться на инстаграм нашего интернет-магазина. И поставить лайк на той записи, где будет проходить розыгрыш. И просто ожидать завершения. А я пока пойду. Немножко поплачу. Сплакну. Затем она будет ждать своего места. Вот здесь. Всем пока. Всем большое спасибо за поддержку. За все. И если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх. Следующий выпуск будет про киберпранк. Субтитры сделал DimaTorzok